На мероприятии присутствовали представители 14 пассажирских предприятий района. Начальник Одинцовского отдела ГИБДД Владимир Егоров начал с того, что проблем по всей области действительно много. Работаем мы с вами в положительной динамике, то что снижение аварийности у нас идет. Но хотелось бы на этом не останавливаться и чтобы аварийность у нас пропала полностью. Это в первую очередь связано естественно с воспитанием вашего водительского состава. То есть прежде всего, чтобы водители никуда не торопились, не превышали скорость, не нарушали правила дорожного движения и конечно внимательно вели себя именно когда наибольшее количество пассажиров в автобусах. Как показывает статистика, за истекший период текущего года количество ДТП, совершенных по виду водителей пассажирского транспорта увеличилось. Всего на автодорогах Одинцовского района за 2017 год зарегистрировано свыше 7,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 137 человек. Ранено 152, погибло 8. Два дорожно-транспортных происшествия произошли по вине водителей пассажироперевозчиков. Это столкновение и падение пассажира. Участники круглого стола считают, что люди, пользуясь услугами общественного транспорта, зачастую забывают об элементарных мерах собственной безопасности и не пользуются поручнями на случай экстренного торможения или остановки. С вашей точки зрения тоже должна быть проведена как воспитательная работа, как просто беседы профилактические. Я думаю, это будет более действенный мер, чем штрафы. Если водитель сам не поймет то, что он нарушает, то, я думаю, ему никто не объяснит. Как отметил начальник Одинцовского отдела технического надзора Павел Жабин, для повышения уровня безопасности при перевозке людей необходим комплексный подход с участием органов исполнительной власти, должностных лиц автопредприятий, СМИ и других заинтересованных ведомств. Анализ показывает, что основными причинами ДТП с участием автобуса являются грубые нарушения водителям правил дорожного движения, наиболее распространены нарушения правил перевозок пассажиров. Это сверхколичество установленных технических характеристик, транспорт средства, скоростного режима, движение по обочине. С целью профилактики ДТП по их снижению сотрудниками ОГИБД регулярно проводят такие профилактические мероприятия, как автобус, опасный груз, нелегальное такси, нетрезвый водитель, ребенок в автомобиле, пешеход и пешеходный переход, детское кресло и другие. В дополнение к сказанному, начальник отдела по обеспечению безопасности и информатизации образовательных учреждений Управления образования Денцовского района Ирина Павленко напомнила владельцам транспортных компаний требования правил организованной перевозки детей. Она пояснила, что обо всех передвижениях школьников руководство транспортных предприятий должно информировать госавтоинспекцию, независимо от того, кто везет детей – педагоги, тренеры или представители каких-либо организаций. Подводя итоги встречи, участники подчеркнули, что на автотранспортных предприятиях, осуществляющих пассажироперевозки, необходимо усилить предрейсовый контроль технического состояния автобусов, медицинский осмотр водителей, особо соблюдать режим труда и отдыха персонала.